В эту субботу, 28 мая, в Балтийском доме пройдет третий международный фестиваль детского творчества «Киндерфест. Голос юности». В Петербурге соберутся лауреаты самых престижных российских и международных детских музыкальных конкурсов. И у нас в гостях пресс-секретарь театра «Балтийский дом» Ольга Белик и финалист проекта «Голос дети» Матвей Семешкур. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Что будет происходить в этот раз на «Киндерфесте»? Я знаю, что что-то особенное будет происходить и до начала концерта самого. Да, все правильно. У нас в два часа дня начнется, собственно, предконцертная часть «Город искусств». Откроется в театре фестиваля «Балтийский дом». Приедет город детских профессий «Китбург». И в фойе театра на первом этаже, на втором действительно развернется такой город творческих профессий. С разными улицами? С разными улицами. Будет театральная улица, где дети будут ставить пьесы вместе, естественно, с артистами. Будет художественная улица, где будут рисовать картины. Будет вот улица, площадь театральных профессий и вообще площадь искусств, где дети будут осваивать самые разные профессии творческие. Как банковское дело, так и операторское дело у нас будет. Потому что концепция такова, что в любой профессии можно найти творческую составляющую. И талант открывается в любой сфере. И ты можешь стать действительно талантливым банкиром или талантливым парикмахером. И не только талантливым исполнителем или артистом. Вот так вот мы открываем таланты и творчество в детях. Здорово, интересно. Матвей, а вы что будете делать в рамках фестиваля? Я в фестивале буду исполнять песню «Джипси Кингс» в «Оларе». Это очень позитивная песня, мне она очень нравится. И на «Голосе», если бы я прошел следующий тур, я бы ее исполнял. Скажите, а... Можно я задам вопросик? Матвей, наверное, особенно после участия в таком популярном шоу «Голос» было очень много внимания, мучили вопросами журналиста. Какой самый дурацкий вопрос задавали? Ну, самый дурацкий, ну, не знаю, задавали... Фурналисты не задают дурацкие вопросы? Задавали очень много разных вопросов. Было очень много концертов, конечно, после «Голоса». Вот, много новых знакомств, друзей. То есть жизнь каким-то образом изменилась, да, ваша после этого? Конечно, поменялась, да. Что будет в программе концерта еще? В программе концерта, вот как, в принципе, вы уже сказали, у нас такой фестиваль фестивалей. Мы собираем участников и финалистов, лауреатов трех самых крутых детских конкурсов. И не только из России. Из России у нас вот «Синяя птица» конкурс, участники этого конкурса, «Голос дети». Финалисты разных годов, разных сезонов. Приедут участники «Голос Балтии». То есть это страны Балтии, тоже очень известные, знаменитые ребята. И, естественно, что будет такая концертная часть. Ребята будут исполнять свои композиции вместе со своим, так, наставником этого концерта. Это терем-квартет, всем известный. А это мэтры? Да, конечно, мэтры. И будет потом такой сюрприз-сюрприз для всех. Все участники вместе с мэтрами в течение концерта отрепетируют и исполняют какую-то вот песню специально для собравшихся гостей. То есть репетиции такие живые будут? Живые, да. Какая песня родится в процессе? Вы, это сюрприз. И мы, конечно, не хотим прям все сразу раскрывать. Пусть придут всем послушать. Но у нас сюрприз тоже есть в программе. Да, я думаю, что Матвей нам его и преподнесет. Мы хотим услышать как раз эту прекрасную песню «Воляры», которую вы будете исполнять и на концерте, но и в нашей студии тоже. Но мы напоминаем, что 28-го в эту субботу в Театре «Балтийский дом» стартует фестиваль «Киндерфест. Голос юности». Сначала в два. Не пропустите, приходите обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok